Посмотрите, куда мы приехали. Призор! Это криминал! Это тюрьма! Добро пожаловать в Шуфсбери-Призон! Должна была сказать Катя. Мы в Алистед. Вот смотрите, где жили эти товарищи. Гуляли тут. Высоким забором. Мы запустили, дали карту тюрьму. И теперь мы здесь свободны гулять, что хотим, что делаем. Там петля. Да ну, правда? Настоящий петля. О, бог ты мой, там реально петля. А туда люди смотрели или все получилось, что ли? У зрителей, да, наверное. Мы с вами везем по два ленд-стора. Ха-ха-ха. Ну что? Мы пошли гулять. Вас пригласили в тюрьму. Да. Вот такие окошки. Куда нельзя. А что там? Это кто-то выбил двери. Ну, побегу. Way out. Музеон. Кто-то побег устраивал. Ну что, мы пошли. О, вон к тобой. Вот. Обычное суде здания. Ну и что? Ну и щетки на окна. Правда вам мощные. Вон там какой-то дядька полицейский. Ты спрашивал, что такое кандалы? Вот древние кандалы. Посмотрите. То есть, людей заковывали. Вот таким образом и все, и они никуда не могли убежать. Вау. Я думал, там надо стоить. Мы что, по нему будки походили? Да. Призан счет. Ты знаешь? Прикольно. Вот тут за ней тупой рыбарь. Говорят, что вот Близзадары плохо живут. Посмотри на эту рубашку. Очень даже крутая рубашка. Да. Можно много в магазине выставлять. Там понять тухлой рыбой. Не заходите. О, знакомые дядьки. Сидевшие. Дональд, Нельсон, Рикки Теннелсон. Что ты не знаешь их, что ли? Ну вот я знаю. Роберт Вальш, например. Джордж Ралли. Этого здесь экзекюрнули. То есть повесили, наверное. Он убил своего соседа. Это Hello Neighbor. Этот грабил поезда. То есть если этого здесь казнили, этот сидел. Этот сидел два года за вандализм и саботаж. 13 года. 13 лет. Этот сидел 34 года. 34 года до своей смерти. Он много грабил и убивал. Какой классный детский контент. Там посадили шурика. А вот там бабочки. Это похоже все то, что тут было в тюрьме. Кто-то поел ручку. Это полицейская. А это все. Кто-то поел ручку. Это не поел ручку. Лезвие видишь там. Это оружие. Это то, чем пользовались заключенные. Заключенные. О, это типа. Канай станет тикет и потом вылили. Да, да, да. А вот. Шампуни в одноразовых пакетах. О, вот тарелки. Смотрите. У нас сегодня обед. Я надеюсь будет здесь. И возможно нам в таких тарелках дадут. Пошли. Пальчик. Может увидим где они жили. Идем. Поспим на их кровати. Нет. Вот туда. А ну-ка закройте себя в этой клетке. Выпустите нас. Выпустили нас. О, Катя нас выпустила. Мощная. Очень мощная шорка. Да, тут не пропиляешь ее точно. Не пропилишь. Не пропилишь. Вот, на нас где они жили. Они на камнях спали. А мы можем заходить сюда? Пожалуйста. Велком. Катя, это твоя новая комната. Еее. А, там открыто? Да, пожалуйста. Заходите. Да, там нет кровати. А тут есть. Катя боится, чтобы я тут не захлопнули. Это... Ой, Ваня, тут чистили зубы. А это кровать. Тут спали, сюда же ходили в туалет. А вот так вот смотрели на улицу. Какая милая погода сегодня. Они прогуляться ли мне? А вот это унитаз похожий. Подожди. Тут кондиционер что ли? Вот, что-то крутится. Макс Мин. Все, папа. Поздравляю, это ваш новый дом. Тут вентилятор был. Я в шоке. Зеркало. И это, наверное, для того, кто смотрит в окошко. Ой, я понял. Это кто смотрит в окошко, и он может в зеркало видеть, что творится вот здесь. Это тумбочка. Да, прикольно. Ты знаешь, мы тут комфортно жили. А здесь, наверное, охрана была. Да, это пульт охраны. И все видно, пожалуйста. Макс Шкодник смотрит в окно. Ну, у охранника нет туалета. А куда же он ходил? К соседям что ли? Он ходил к заключенным. Пустите меня в туалет. А ну-ка пробегите. Будет видно, что вы тут бегаете? А ну-ка давайте. Я за пультом. Так, а тут что? Это разные комнаты, что ли? Разные комнаты. Тут ничего. Тут без мебели. А, и разные кровати. Тут без мебели. Может, то было типа лакхари какая-то. Наверное. А вот кровать, смотри, какая. Реально тут был лакхари какой-то. Посмотри. Тут без кондиционера уже. Просто окна. А как кроватка? Ну, лук сладкий. Куда их вам? Ну, там спальтер ворят взрыв. Вот такая вот кроватка. Металлическая. И тут тебе сразу... Вот такая кроватка есть. И там было полочки, шкафчик, просто полка. Никакая. А может, что тут не популярность? Зато тут розеток было, смотрите, полно. А зачем им розетки? Не знаю. Вау. Зачем заключенным розетку? Тем более старых. На мобильных телефонов не было. Фу-фу-фу. Плесень, да? Что? Чуть-чуть не поместился. О, туалет или душ? Ну, Катя. О, общий душ, правда. Заходите. Вот включалась вода, пожалуйста. Да, реально. Вот душик, стульчики. Что тут? А, а тут даже для инвалида душ. Вот, пожалуйста, инвалид, который не может ходить, садился себе на стульчик и мылся, сидя. Идем. Катя не может. Катя не комфортно тут. Не может. А как же вы будете играть в эскейп, если вы тут боитесь находиться? Нет. А что вот это интересно? Нет. Возможно, там входят в подвал. Закройте меня здесь, я буду жить. Нет. Почему? Идем. 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 Здесь истатый туалет. Похоже, тут кто-то уже промахнулся. Кто-то закрывался и пробовал сделать свои... Закройте меня на секундочку. Нет. Катя. Катя, оно откроется, не бойся, оно не захлопнется. Тут замки уже все в белье. Замка нет совсем. Я разрешаю, боится, но пойдем. А я тебе можно покажу? Там замка нет вообще. Нет. Это знаете, это как в аэропортах есть кофе, капучино, круассаны там. А ты знаешь, что может быть оно здесь так и работает? А, наверное, в обеды оно откроется и мы тут будем брать круассаны всякие. О, а тут новые декорации, смотрите. Что тут? Тут заходишь. Папа, Анука, ложись, ляжешь на такие нары? Ну. Давай, перемиряйся. Тут моя тупая рыба. Ой. Тут моя тупая рыба. Прекрасно. Знаешь, мне нельзя в английскую тюрьму. Сильно маленькая. Кровать маленькая, я не буду помещаться даже на кровати. Тут моя тупая рыба. До свидания. Катя не разрешает дверь закрыть. Меня реально что удивляет, что у них тут розетки. Они тут что телевизор ставили что ли? Может чайники какие-то. То есть воняет тухлая рыба. Мы Макса потеряли. Макс. Макс. Макс, ты где? Вот ты Макс. Идем на второй этаж? Идем на второй этаж. Ну, чуть-чуть воняет, как Катя говорит, тухлой рыбой, но на самом деле она не знает, что такое воняет старостью. Вот это вот. Короче, наш self-guide стоит вот столько-то. Также есть хостур. Это когда ночь, выключается свет и тут улетают всякие. Ага! Ах! 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 Потом лайт-аут тур тоже без света. И мы пойдем еще на селл эскейп рум. Вот на вот это вот. Мне кажется, это самый такой популярный, самый прикольный вот часть фирмы. Это приезон. 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 Катя ничего не касается, боится, да? Это тоже место охранника. Катя, ты там не показала? В некоторых камерах было две кровати. Я думаю, что так они и жили по двое. Так они и жили. Ой, тут все такая блещая. Да. Короче, эта тюрьма закрылась в 2019 году. То есть она 10 лет, как никого тут нет. Да. Вот Катя подсказывает, что, наверное, в тюрьмах были вообще двухэтажные кровати. И возможно, что в одном номере тут жили 4, а то и 6 человек. 300 человек жили в этой тюрьме. 300 человек. И мы будем питаться сегодня в столовой, который готовил на все эти 300 человек. А вот кровати могли бы оставить, а то как-то нет полного впечатления без кровати, без тумбочек, что-то у них еще было. Просто себе пустая комната. Ну и что? А что если не было кровати? Слушай, там еще. Это только начало. Нас, видимо, туда не пустят. У нас вот на двух уровнях. Вот один уровень, второй уровень, это мы прошли. И вот тут чуть-чуть. То есть мы не можем ходить прям по всей тюрьме. Вот только вот эта часть. Вау! Это мы уже видим. Знаешь, что прикольно? Мы тут одни практически. Вот Лакс или Призона, говорит Катя. Заходите. Смотрите. А ну-ка, размещайте. Зайдите все в одну комнату. Макс даже заходить не хочет. Ну, тут реально Лакс. Потому что, получается, один человек живет тумбочка, у него столик. Одному, наверное, звучит. Я смотрю, тут они даже шторку делали, чтобы туалет закрывать. Видите? Ааа. Тут висела какая-то занавеска, чтобы туалет был закрыт. Прекрасно. Вот и шикарно. Я когда-то вообще не жил, у меня комната поменьше была. Там вот дырка. На секунду. Там вот дырка. Вот сюда какой-то хулик и припризник не мог бежать. Это потому что можно. Мама! Чего ты? Что ты? Ты пизик. Сознай, я не влажаю. Все. Макса нет. Макс с нами не дружит. Он говорит, тут воняет, а ему не интересно. Вот здесь. Миня, не встань, она могла быть вон. Заходи. Эта кровать, она действительно двухэтажная может быть. Посмотрите. Труба на другую ставится и получается двухэтажная. Да. А, не трогай стену, ты будешь в плесне. Заходите к нам. Ну все, до свидания, мы тут останемся жить. А еще кровати можно мне прикручивать к полу. Привезли детей на развлечения. На развлечения. Да. Что это? Ну что ты это? Матя, ну интересно. А что это такое? Ну вот так вот выглядят красивые кровати. Вот такие вот стены. Пошли дальше. О, не гибели не сели в гибель, что это? Да, распорядок нет. Как же мы будем играть в эскейп? Нас же закроют в какой-то в этой комнате. Тогда не буду. Пока. Это как на улице они отдыхали. О, да, на прогулку куда их мы водили. Идите подышите воздухом. Тюремщики, заключенные. Давай подышим. Не закрывай! Так она не закроется. Катя все боится. Да. Вы сюда выходили гулять. Вот еще мы были в маленьком доме. Там только два этажа тюрьма. А вот сколько? Раз, два, три, четыре этажа. Вот они тут гуляли, пожалуйста. Вот тут сидели. Вот здесь, голова вот здесь и вот это. А это для детей получается или что? Для инвалидов, наверное. Для каких-то карликов что-то. Ну что, вон туда пойдем? Туда. Если открываются, то едем. Это что? Я не знаю. В общем, что значит? Это открывается? Открывается, можно идти. Пойдем. Возьми ногами. Возьми ногами. Заключенный мистер Мак. Кстати, туда налево говорит execution room. То есть комната, где приводили исполнение в последний приговор, как это называется. Высшую меру наказания. А это современные туалеты, я вижу. А ну. Все, я эту воду соберу. Слушай, execution room и там детские студии стоят. Короче, туда. Шоу. Шоу для детей. Вы посмотрите, что мы идем в ресторан. О. Шоу. 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 Это тут execution и тут ресторан. Пожалуйста. Нам вчера предлагали сделать в парке фотографии с этим с ростом. Вот, пожалуйста. Для меня нет роста. Смотрите, вот есть линии с ростом заключенных. Для меня надо еще линию тут нарисовать. Максим, смотри. Да, те, которые были свободны какое-то время, они сидели и раскрашивали. Что дети рисуют? Логотип тюрьмы. Шоу. Шоу. Можно? Можно. Это для вас все сделано. А что? Даже книги. Там скраски. Это неинтересно. А вот это прикольно. Это логотип тюрьмы. А вот это дядька полицейский. Смотрите. Он пришел капучино выпить и сейчас возьмет эту дубинку, пойдет всех воспитывать. Пойдемте дальше. Смотри. Пойдемте дальше. Пойдем. Пойдем. Пойдемте дальше. Ну, у тебя красивый молодец. Пойдем. 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 Новая прогулка. Ой. Да. Пойдем. Погодем. Пойдем. Пойдем. А это что такое? Каких то кусок верится непонятно. Трейн трак. Ну что-то непонятно. Какую то разрушеное здание. Заросшее. Было здание. Тлитка была. Сейчас уже ничего нет. Насколько мощные решетки. Мне кажется какой-то худышка оттуда сверху мог бы и пролезть. Но надо сначала выломать окно, а оно тоже с решеткой. Только крыса там может поместиться. Даже и кошка. Хотя не хочет даже кататься. Ой, не могу, дети, дети. Вон там вот что-то. Пойдемте. Вот, и был уже какой-то этот заключенный, который... Ёски-капски. Вот так вот сложи обратно. Оп, и сложи. Оп, молодец. А теперь поставь на место. Вот так. Я только хочу, что сумка в двору. А теперь иди в мои руки. Вот как растоило. Так вот, занято, свободно. Не закреп! Ага. А, это у них тур заключенных, да? Сейчас смотрю. Знаете, это у нас такое же будет, да? Да! Это похоже у них, типа, они проводят сутки здесь и на ночь остаются. Типа, по-настоящему живут. Вау! Тогда я хотел бы. И видишь, все взрослые, там 16 плюс вроде бы. Ай-яй-яй. Почему вы такие маленькие? Так вы поживите? Чего, я тебе посмотрю, что они попросили. Да, поживите. Кому, кому, кому. Катя, а мы тут не были. Там игры. Это новый корпус, да? Вау! Большой! Их сейчас разместят. Смотри, тут люди живут. Я же говорю, реально тут это. Кать, балк бед или как ты говоришь? Двухэтажные кровати, стол, сбилчики. И тут реально люди живут, как в тюрьме. Ночуют. Смотрите, все четенько. То есть это реально люди живут тут? Да, хотите, пойдем посмотрим, как их сейчас будут садить в тюрьму. Тут такая большая тюрьма. Вау! Большой дурец целый. Ох, так тут лакшери помещен. И тут даже с компьютером тут живут, смотри. Где? А, нет. Это не живут, это просто пример, как... Все выглядит. Файка, да. Вот это понятно. А то первый корпус какой-то неправильный мы тут зашли. Пустой сильно. Вот это оно. Вот, интерактив сьют. Видишь, что? Лисенер. Нет, это комната, где слушают тебя, какие у тебя проблемы. Ну что? Идемте посмотрим, как их посадят в тюрьму. Тут уже душ другой тоже. Но тоже душ. Большой такой. Прикольно. Фу, а смирит тут. Это когда тебя только привезли в тюрьму, тебя остановляют вот таких вот номерах. Там бардак. Можно поиграть в игры. Не хотите, дети? Футбол. Я ничего не буду трогать. Тут еще одна кухня. Как-то я ничего не буду трогать. Ну, не могу. Это кухня? Я не пойму, где они кушали, но вот раздача еды какая-то. Чипсы? Нормально. Мне кажется, что чипсов там не было, но вот реальные плиты. Реальные плиты. Там куча майонеза и овсянка. Макс даже никуда не заходит. Есть. Что? Посмотри на все. Как прекрасен этот мир. Смотрели. Интересно, футбол у них был тоже? Ну, а что ж. Идемте на второй этаж. Второй, третий и четвертый этаж, смотрите. Вы идете? Кто бы хотел вот так вот потусить, как вот эти вот люди? Пишите в комментариях. Я бы с Андреем с удовольствием, но у нас есть вот эти два товарища, которые нас не пускают никуда. И сами ничего не касаются. Папа, ты решил пожестить? Я нашел какой-то карцер или что? Ну, какой-то неправильный карцер. Получается, тут кухня. Типа кухня. Нормально. А здесь, смотрите. Может, это медсанчасть? Это не похоже. Это очень похоже на карцер. Очень маленькая комната. Я в кино видел какие-то карцеры, где даже лечь невозможно, спать себе. Ужас. Только зачем вот отлети вот эти непонятные? Ну, вот это очень прям похоже на карцер. А в туалет. Макс, выбежал. Подожди, карцер к карцерам. В туалет там вон. То есть ты в карцере сидишь, должен просить. Вот так вот. Эй, начальник. Эй, пустите в туалет. Сиди и терпи. Катя, я не могу открыть застану. Ну, вот так и сиди. Two hours later. А, тут кнопочка, кстати. Что там работает? Не знаю, есть какая-то кнопочка. Может, свет, может, вызов начальника. Может, что-то типа звать, да. Может, вызов начальника. Ну, вот комната для Макса, комната для Кати. А начальник? Начальник может сказать, не хочу я тебя выпускать терпи. Да. Нечего было кока-колу пить. Ну, видишь, тут это только пищуар. А какого нет? А, то есть те, кто сидят в карцере, им какуар не положен? Они же ничего не едят. Сутками. Комната без удобств. А, это карцер типа. Так, деревянная кровать. Одиночка. Ну, а туалет, можно же быть? Может, вон там пумбочки. Одиночная камера, куда наказывают неделю самостоятельно жить в тишине. Мы выйдем с ума. Ну, короче, очень тяжело будем переносить одиночное запрещение. Если место коричневого было красное, это бы была комната справа снизу. Точно. Не нравится? Уходим. Нет, еще четыре этажа надо пройти, это что? Уходим. Здрасте. Это, не понял. Женская викторианская камера. А, то есть, как она выглядела викторианская, то есть, сто много лет назад, короче. Вот так выглядела женская камера. Кроватка для малыша, что ли? А вот мужская викторианская камера. Вот как жили 300 лет назад. И вон форма, вот форма, смотри. О, Господи. А стрелочки, это чтобы там вверх, вверх там. Ну, чтобы штаны не перепутали. А это что за риот целый целый целый. Что такое риот? А что такое риот? Ну, это вот эти чуваки, это риот. А, типа, непослушные, шкодные? А, да, получается, да. То есть, это тут утихомиривают кого-то. Как это делают? Осмотр. Обыск. Обыск. История тюрьмы в 60-х годах. Вот так уже выглядели камеры. О, так модненько. Да. Карты, пожалуйста. Да, радио у них, пожалуйста. Радио приемник. Штанишки модные уже. 95-й год. Это уже почти свежая. О, вот там модная рубашка. Джинсы, нормальные. Смотри, джинсики, рубашка. Шузы модные. Типа, кровать поднимаешь, у тебя полно места, гуляй. Душа. Он 2003-й. Апту-3, до трех человек уже его. А вот 2013-й, совсем свежий. О, модный такой. Смотри. Реально модный чувачок такой. Ванс такой, скейтер, скейтер. Туалет тебе, пожалуйста. И вот уже вот эти вот тумбочки модные, которые мы видели, это современная тюрьма такая. А это типа планшет у него, телевизор что ли? Телевизор, прикинь. Нормально. Я бы сама так жила. Я в шоке. Моден день. Вот современная тюрьма. Уже деревянные кровати, деревянные это. Мне кажется, вот это 2013-го покруче было мебель. Такая крукая. Это у них киндер-сюрпризы. Нормально. Печенюшки, энергетики всякие. Киндер-сюрпризы еще. Где? Рисунки. Happy V-Day. To Daddy. Рисунок от папы. Прикинь. Для папы, а не от папы. То есть папа сидит в тюрьме, а ему сын картинки шлет. Папа, поздравляю. А что вот это такое? Мы туда зайдем, тоже послушаем. А сейчас можем... Ты знаешь, это уже прикольно. Мы сейчас сразу зашли, какой-то скучный корпус был. А тут уже такой, ух, уже день. Тут какие-то камеры. Смотри, смотрят за эти призы на раме. То есть эта зона уже офисная. То есть здесь эти гарды жили, работники, короче. Security. Охранники. А вот и мы. Привет. И нас там было видно, как мы по двору гуляли. Да. Смотри, какой бунт был. Вон, повылазили на крышу жулики. И он там. Это все было, где мы ходили сегодня. Это зона... Не охранники, а как называется? Все адмистрация типа тюрьмы. Нет. Нет. Это выход, что ли? Это нормальный туалет? Да. Какой-то... О, еще и тюрьмы. Я нашел тюрьмин директора. О, прикольно. Вот здесь жил, точнее работал директор тюрьмы. Осторожно ступенько. Да, посмотри. Нормальный у директора тут был камин. Костюмчики. Это тут сидели и говорили, простите меня, пожалуйста. Я больше так не буду. Отпустите меня раньше времени. Ну, типа того, да. Ну, прикольный кабинет. Взгляните на это все другими глазами. Просто посмотрите, как это выглядит. Потому что в обычной жизни такое видеть нереально. Третья раз, действительно. Тюрьму видел только в кино. А тут какой-то новый аттракцион будет. Тут туалет, там завал. Вон туалет, там туалет. А там выход на улицу. Ну, там были. Ну, скоро новый аттракцион откроют. Там есть, как называется, призановозка или как это? Тюремщиковозка. Призановозка. Вот эти ворота лежали тюремщики вот сюда в тюрьму. И как сильно это так подвигает Шоушенко. Fresh fish, fresh fish. Идем, посмотрим, на члены. Я не могу сойти у детей. Вот такие живчики. Компьютер. Давайте, пусть она сфоткается потом. 2004 года машина. Камеры внутри машины. Право? Да. Сейчас зайдем, глянем. Давай, заходите. Ой, отсюда. Тут сидит охранник. Здесь сидит охранник еще один. А вы, заключенные, сюда, в камеру. Ты думаешь, это камера? Вот, смотри, как едут заключенные. Чтобы они никого не могли, ну, чтобы охранника не убили, грубо говоря. Вот. Закрывайте. Не работает что-то. Так. Ну, что, вот, реально. Катя не выдержала. Одна только открыта. Вот, получается, тут охранник сидит, там охранник. И до сколько? Четыре заключенных они могут вот так отвезти. А тут даже холодильник. Могли бы хоть телевизор включить какой-то. А охраннику реально лакшери. Вот у него, пожалуйста, холодильник, там, пиво, не знаю, кока-кола. А там вот водитель сидит. А там где-то водитель. Свежая машина четвертого года. Это еще не очень старая. Катя говорит, не трогай меня. Ты эту тюрьму трогал. А вот и колючая проволока. А мы вон там вот заходили. Точно оттуда нашли. Ну что, не нравится? Мы должны были отсюда начинать, что ли? Мы нашли какие-то новые двери. Нельзя заходить, ты говоришь. Кто сказал? Вот, заходят. Заходить. Что-то новое. Мне кажется, это какая-то медчасть, что ли? Да, похоже на то. Что здесь? Там туалет. Подожди, это камера или что? Это, мне кажется, реальный медсанчер. Телевизор. Телевизор. Нормально. Настоящий. Тут болели заключенные. Стоп за вайлентс написано. Это какая-то ожидание. Ожидание. Я тут спали, я ничего не пойму. Не, в реальности спали. Это, наверное, к доктору. Прием к доктору. И телевизор. Ну, чтобы интересно было ждать в очереди. Что там? Здесь старш. Аваншорт. Диатсон, Ингли. Горд. Это ожидание каких-то, я не знаю, решений, что ли? Может быть. Тут дядечка-то тут же рецепт. То есть, здесь осмотр, обработка какая-то, не знаю. И потом дождь. То есть, это предварительная камера. Ага. Там можно Лизи эскейпнуть. А что это за босс? Там, наверное, я не читал, есть этот босс нарисован. Вот какой-то босс. Что это значит? Вот они приходили и говорили, хуй за босс хия. Кто босс? Ну, вот ты и босс. Надо почитать, что это такое. Зато я прочитала, что тут в один день прибыло однажды 47 заключенных. 47! Представляете? Это три ваших класса. Прикольно. Короче, на этом кресле проверяли. Нет ничего спрятанного и брали опечатки пальцев, если никогда их никто не проверял. А вот ресепшенист. Вот вакансия на ресепшн. Требуется девушка. Это для инвалидов, похоже, да? Это душ какой-то специальный. А, обработка. Угу. Вот так вот выглядит ресепшн в тюрьме. Пожалуйста. Проходите, располагайтесь. А теперь проходим дальше. В номера. Ты думаешь, в номера? Нет, похоже, еще ресепшн. Ой, мама, ой. Професс, только территории, столько запутанного всего. О, это еще викторианский. Мне та лестница нравится. Смотри, помехалось тут полей. Сколько хочешь, ходи, смотри. Пробуй, наслаждайся. Еще один туалет. Они тут что, только то и делают, чтобы по туалетам ходят. О, я знаю, что они делают. Ищут вот и сос, и потом... И чтобы не ходить в свое сало, и просто... Ходили-гадили по туалетам, да? Мне кажется, туалет это такая классная тема. Типа, Петров, иди что-то там надо сделать, поработать, покопать. О, не-не-не, я в туалет. И так все Петруны сидят на Иванове по туалетам. Все, нам надо выйти той же стороной, как и зашли. Через ресепшн, пожалуйста. А там? Мы вот там выходили, нет? А вот здесь мы не ходили, точно. Эвинг, пойдем. Это подъемник для инвалидов. Вот, подоградите. А, вот и кресло, да. Кто не мог ходить, сам садили на кресло и ездили. Посмотри, еще что-то новое. Это четвертый этаж того помещения, где мы были только что. Пойдемте вниз? Тут карта играли, я вижу. О, еще один скелет. Скелет. Вот это точно медицинский пульт. Куча лекарств. Вот здесь точно, если кто-то там заболел, ходил сюда. Если очень заболел, то ловок превращался в него. А здесь церковь. Это медицинский пункт. А здесь церковь. Молильная комната. Молильная комната. Да, комната приходит. Библию почитать, помолиться, свечку. Вряд ли там давали свечку, конечно. Это интересно уже, смотри, что я не знаю. Вы не хотите, но тут действительно интересно. Ну, все как... На самом деле. Вызвельцы. А это для визитур. То есть, когда гости приходили. О, вот даже деткам можно было где поиграть. Это реально, это реально комната, когда приходят в гости. И тут с гостями, с родственниками встречаются. Что, комната? Какая это комната? С кроватью. Какая это комната? Какая это комната? Даже с кондиционером. В Англии кондиционеров нет. У нас в доме нет кондиционера. В тюрьме, в комнате отдыха или этих визитеров, пожалуйста. Просто это... Просто это музей. А свидать? Что такое Морибель? Кто такая? Это все здесь серийные убийцы. Она убила кого-то, это Морибель? Наверное. Вот эта девочка или тетя убила всего-навсего двоих. А вот этот дядечка, он просто жил дольше, у него уже борода седая, убил 200+. А как он их убивал? Тут нет, пишет. Murder method injection lethal dose of painkillers. То есть, он давал им жменью болеутоляющих. О, боже мой. Джек-потрошитель, что ли? Да, Джек-потрошитель. Две тысячи людей. А, дай так, молодожь, подожди. И да, это же про него даже фильмы есть. Страшилки. Да. Викториан сериал киллер. Вау. А вот эта бабулька, посмотрите на эту бабушку. Она видна, что она вредная. Она убила больше ста человек. Она убивала детей, которых сама же постановляла, а потом убивала. Вот дурочка. То есть, в этой комнате, вот повешение, то, что мы видели. А вот экзекьюшн. А такое можно показать? Ну, думаю, да. Это же, как бы, вот здесь реально проводили повешение. Что? Лиздан оттачал. И, кстати, здесь есть, у нас всего 5 повешенников. Здесь немного было. А, вот и, кстати, они есть. Короче, на выходе мы нашли магазин. И тут такие всякие... Кто хочет себе бокальчик Призон, либо чашечку? Ну, вот одежду. А, одежда. Встретите. Я хочу монополи. О! Монополи. А почему тут Призон? А, поиграть. А, монополи Шрюсбери Эдишн. То есть, Шрюсбери это местный город. И здесь есть вот такой монополи. Кать, медвежонок в форме Призонера. О, смотрите, как классно. Офисер, Призонер. Это те, кто, наверное, играет тут в разные эти. Все. Это заключенный. Да, так и есть. Чипсами накормить детей. Призон лайф. Пожалуйста, какая классная кофточка. Вот смотри, беленькая. Мам, ты любишь, лучше мне беленькая покупать. Вот. Маска. Давай, будешь Призон. А цена как будто бы фирменной какой-то одежды. 36,50. Это 50 баксов. А маска? Сколько стоит маска? Я хочу такую маску. Футболка 18, маска не... Призон. Пусть думаешь, что я из Призона. Вот маска. 5 рублей. Нормально. Но она не такая. Все, Руд Призон. А? Кашусь такая. У меня тоже аксессуар, можно его купить. У тебя будут приятные воспоминания с этого места? А вот, кстати, в школу брать, например. Если бы детям действительно понравилось, можно было бы в школу взять, например, точилка, резинка. А вы хотите выскайпить? Мы хотим. Так интересно, конечно. Ты видел, как водили целую группу людей вот так вот? Да. Да. Да, видел. Может, нас так тоже поводят? Нет. Хотя Макс ехал сюда только за этим. Ладно, пошли искать. Потому что я не думаю, будут грязные всякие комнаты. Может, тебе десерт предложить, Катя, смотри. Давай. Будешь кушать? Давай. Катя даже руками себя не трогает. Выбирай напиток, давай. Фрут шут фиолетов. Смотрите, заключенный даже продавался шоколад снегерс. Ну, это круто. По-моему, что-то тут не то. Ну что, заключенные, пора перекусить, попить кофе, съесть, что мы заказывали. О, агенка какая. Но я не думаю, что заключенные пили такой ладо. Кстати, лайфхак прям вот так открывать. Сейчас полетит. Сейчас полетит все. Стоп. Полетит же. Ты чипсы не подаришь, что ли? Угу. Это наши дети. Приехали на экскурсию в фигму. Мне, по-моему, те, кто-то бы и возили такие вещи. Я очень любила, какие-то всякие вещи заброшенные. Те, которые не в официальном доступе. Почувствуйте себя заключенным. Мне кажется, тут что-то не то. Мебель неправильная, не заключенская. И я бы хотел, но тут такого, к сожалению, нет. Что бы вы реально шли, как заключенные, с вот этими тарелками такими, чтобы нам ляп-ляп-ляп там какой-то еды, чтобы мы это так и делали. Так это надо еду заказывать, а не снеки. А тут нет такого. Так есть тут такое. Насыпают в еду, как заключенные. Если бы была мебель заключенная, я бы сидел на полу. Я тоже бы. В общем, нашим детям не понравилось. Они не готовы к такому. Я даже не хочу стол трогать. Ну что, давайте тогда заканчивать видео на этой прекрасной ноте. Если вам нравится тюрьма, ставьте лайк. Если вы хотите попасть в тюрьму, это сделано. И делайте все для того, чтобы попасть в тюрьму. Но на экскурсию. Да, только на экскурсию. Настоящую тюрьму не надо. Тут неприятно. Приятного аппетита, Катя. Спасибо. Ну попроси своего зрителя поставить лайк тебе за то, что ты ничего не трогала руками. Как ты тоже собираешься кушать? Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и всем пока. И не попадайте в тюрьму. Все, всем пока. Итак, гайсы. Все, маску купили. Отлично. Не идем мы на... На селскейп. Короче, мы хотели, мы не просто хотели, мы забронировали. Тут активитицы, это даже не просто экскурсия, а как будто бы убегание из тюрьмы такое. Ну почему-то Катя не захотела убегать из тюрьмы, поэтому мы просто убегаем без всяких активитицев и едем домой. И еще очень долго надо ждать. Да. Сколько радости у детей, что мы едем домой. Пошли. А как же browser? Пошли. Вpay, спetter просто. Мы良каword. Пошли. Нет. У-в Fairy. У-вс бы. У-вс бы. У-вс бы.